Всем привет, друзья, с вами Джонни, и это 37-я серия нашего пути до самолёта Space Flight на Аризона РП Гилберт. Прямо сейчас же поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы здесь впервые, ну а я вам желаю наиприятнейшего просмотра. Как вы помните, в прошлой серии я снова 10 раз попытался скрафтить Space Flight, ну и как вы видите, безуспешно. На руках у меня прямо сейчас есть 30 миллионов, я сажусь в свой Бугатти Болид и отправляюсь прямиком к горе Чилиад. А именно, к этому фуникулёру. Спросите для чего? Для того, чтобы выполнить простейшее задание в батлпассе. На этот раз у меня тактика прохождения батлпасса будет следующей. Я не буду покупать улучшенный пропуск, потому что он стоит 7000 АЗшек, и во-первых, у меня такой суммы АЗ нет, да и во-вторых, я сначала пройду его до конца, ну а после этого, если, конечно же, у меня получится его пройти, куплю тот самый улучшенный пропуск. Для того, чтобы сразу забрать все призы. Два лёгких задания можно выполнить в ломбарде. Одно их задание заключается в том, что нам нужно продать что-то ломбарду, в моём случае это пускай будет рандомный ларец, ну а второе, это нужно мне наоборот что-то купить с ломбарда. В принципе, самое дешёвое, наверное, здесь это машинка на радиоуправлении, стоит она 1 миллион 250 тысяч. Я как бы готов потратить такие деньги для выполнения одного задания, ну и в общем-то, задание успешно выполнено. Также можно заметить, что в этот день у нас был доступен x4 payday, поэтому обязательно аккаунт я оставлю несколько часов в игре, чтобы нафармился депозит. Одно из заданий, которое я ещё ни разу не выполнял в прошлом батл пассе, было связано с конными ставками. Это по правде очень простое задание, но так как я играл в основном по ночам, а делать ставки после определённого часу нельзя, я так и не прошёл вот этот вот квест. Просто заходим внутрь, выбираем сделать ставку в быстрых забегах, которые проводятся 5 минут, ну а далее ждём ещё 5 минут, возвращаемся снова и тем самым выполняем это задание. Так как недавно появилась информация о том, что обновили работу инкассаторов, я сразу же отправился в центр занятости и устроился здесь инкассатором. Мне реально будет интересно проверить, что же изменилось и насколько я знаю, теперь в этой работе будет свой ларец, ларец инкассатора. Не забываем обязательно подкрепиться в ларьках с уличной едой, ведь также есть задания в батл пассе, где в этих ларьках нужно потратить 200 тысяч. Ну и тем более сейчас на Аризоне, если у вас сытость меньше 20%, вы не можете бегать или кататься на скейте. Пожалуй вернёмся к нашей работе инкассатора. Для того, чтобы переодеться, отправляемся в центральный банк. Подходим здесь к этой метке и начинаем работу инкассатора. Далее нам нужно сесть в один из инкассаторских грузовиков. Сразу около центрального банка есть такая вот парковка, где нас ждут те самые грузовики. Оплачиваем аренду в 0 долларов, так как у меня есть вечный ADD VIP. И сразу же выполняем какое-то успешное задание в батл пассе, авто для заработков. Далее нам нужно отправиться на метку около центрального банка и загрузить нашу машину. После того, как у нас 100 из 100, на карте рандомно начинают появляться метки. На этих самых метках, доезжая, мы видим банкоматы, в которые должны положить те самые суммы денег. Прибыл я к первому банкомату, ну и в общем-то, выходим из машины, забираем деньги, ожидаем 5 секунд. Далее подходим к банкомату, нажимаем Alt. Так и у меня почему-то вышло меню, где нужно ввести свой пин-код. Поначалу я не знал, но мне нужно было ввести пин-код и дальше у меня бы появилась менюшка «Пополнить банкомат». Но так как я затупил, сел обратно в машину и у меня появилась другая метка. Следующий банкомат был уже на JDLS, в этот раз я ввел свой пин-код. Ну и как мы видим, последний пунктик для инкассаторов «Пополнить банкомат». И тем самым видим, что мы получаем 58 500 долларов за проделанную работу и благодаря улучшениям семи получаю дополнительные 19 000. Короче, за один банкомат мы получаем в общей сумме 77 500 долларов. И при этом есть вероятность выпадения ларца. Отправляюсь я на следующий банкомат, получаю также 77 500 долларов. Ну и в общем-то, что хочу сказать. Наверное, вы заметили, что все это время я играл с трилогией. И это просто нельзя описать словами, как же круто работать с Ampo 2.0. Хоть это еще только бета-тестирование. Но, конечно, есть и свои нюансы. Нюансы, например, бывает такое, что у нас просто обрывается соединение с сервером. Ну а чтобы вы понимали, сделал я 6 таких ходок к банкомату. То есть полностью разгрузить машину у меня не получилось. Ни одного ларца я не выбил. Ну и в общем-то, решил перезайти. Но на этот раз со старого привычного Сампа. И вы просто сравните вот эту графику. Если честно, после Сампа 2.0. Даже как-то непривычно видеть такой графон. Но, в любом случае, мы продолжаем дальше работать. Взял я ту же инкассаторскую машину, которая была загружена на 40%. Снова отвез деньги в банкомат. Но ни одного ларца я так и не выбил. И честно, не знаю, как работает эта система с ларцами. Возможно, из-за того, что меня кикнуло один раз. Сбился какой-то счетчик КД. Не знаю. Если вы уже работали на этой работе инкассатором. Напишите обязательно в комментариях, через сколько таких вот рейсов вам выпал первый ларец. И сколько он стоит примерно на вашем сервере. В общем-то, сделал я последнюю ходку к банкомату. И по-прежнему ни одного ларца мне не выпало. Поэтому я решил забить на эту работу. И честно от себя могу сказать, что если вы новичок, то можете смело работать. Ну а если вы уже застоялый игрок, то я бы советовал воздержаться. Зашел я на Аризону на следующий день. И первым делом это, конечно же, активирую те самые очки батл пасса, которые даются нам за выполнение заданий. Было у меня в инвентаре 7 штучек. Но есть такая темочка, что в день их можно активировать не больше 5 раз. Тем самым я уже 12 уровень в батл пассе. Никакие призы я еще не забирал. Ибо, как уже сказал в начале, жду пока полностью его пройду. Также давайте откроем нашу флешку майнера и соберем биткоины. Возможно, вам непривычно видеть меня, летая на этом АТ-99. Но дело в том, что в этом Payday у нас слетает аж целых 3 домика. И я обязательно посещу слет. Но перед этим отправляемся в центральный банк. И просто посмотрите, какой красивый целый С. Жаль, что я не сам по 2.0. Отсюда мы забираем наши деньги с основного счета, ну а также с депозита. И самое главное, обмениваем наши биткоины. Итого на руках уже целых 79 миллионов. Сегодняшнее задание дня заключается в том, что нужно продать 10 бочек с нефтью с водных нефтевышек. Не вижу здесь ничего сложного. Давненько я не работал на водных нефтевышках. Так как у меня нету катера, отправился я на пирс и купил за 3 миллиона. Такой вот скволу, или как он там называется. Ну а перед тем, как мы начнем работать, быстренько перемещаемся в риэлторку. И видим 3 дома, которые должны слететь. Я возьму документы на дом номер 2, буду надеяться, что это что-то ценное. Вылетаем отсюда, садимся в свой самолетик. И как всегда, я не знаю, почему вылетаю одним из последних. Отмечаю домик. Ну и в общем-то, плюс-минус, я разобрался, как правильно летать на этом Скорпионе. Суть заключается в том, что на ТТ-2 мы достигаем высшую скорость. Ну а после включаем комфорт и просто летим вперед. К сожалению, дом словить у меня не получилось, и я умер.